дорогие друзья приветствую духовном завтраке и сразу давайте обратимся к месту писания это книга откровения 2 глава и начну с 1 стиха здесь написано ангелу эфесской церкви напиши так говорит держащий 7 звезд десницы своей ходящий посреди семи золотых светильников знаю дела твои и труд твой и терпение твое это что ты не можешь сносить развратных испытал тех которые называют себя апостолами они не таковы и нашел что они уже цель ты много переносил и имеешь терпение и для имени моего трудился и не изнемогал но имею против тебя то что ты оставил первую любовь твою я хочу знаете на что обратить внимание в этом глубоком серьезном местописании мы видим что здесь иван иоанн пишет послание к эфесской церкви и он здесь в начале этой главы он подчеркивает хорошие качества этой церкви что у них есть добрые дела что они имеют терпение если изучите исторический контекст этого этой главы мы знаем что это эфес это был большой город и в этом городе находилась греческая греческий храм и было много лжи апостолов в общем и во всей этой суете так сказать эта церковь она сохранила здравые учения она сохранила те добрые дела которые делали но был одно было одно упущение они потеряли эту первую любовь и здесь и происходит обличение их обличает бог и призывает к покаянию но я знаете на что хочу обратить внимание на сам посыл как это происходит мы видим что здесь бог он сначала говорит о хорошем о хороших качествах а потом только знаете он сказал о 4 хороших качествах это этой церкви но упрекнул только в одно я знаете какой вывод хочу сделать с этого места писания что когда мы хотим кого-то критиковать когда мы хотим а кого-то поправить или знаете когда мы вступаем с кем-то я не знаю какие-то прения разговоры такие серьезные где хотим человеку указать на какой-то найти может быть в чем-то исправить человека послужить ему в чем-то и иногда мы забываем говорить о хорошем в этом человеке я вижу что здесь с бог он сначала говорит о хорошем но только потом подчеркивать что-то плохое это как будто бы знаешь знаете он разбавляет как знаете я прочитал одно такое высказывание что лекарство хорошо глотать когда его разбавить ложкой сахара то есть хорошо принимать критику когда ее преподносить здраво мудро с любовью и что самое интересное здесь проявляется божья любовь я вижу в этом божью любовь он он не ломает он не говорит резко а он сначала говорит о хорошем а потом только говорит есть то что тебе нужно исправить и мы знаем что потом был призыв к покаянию этой церкви что исправь путь и иди дальше но сначала было сказано добрая хорошая это было как найти вот несколько раз попадал такие ситуации когда общаешься с человеком и этот человек может многое сказать нехорошего но ничего не скажет хорошего и пообщаешься этим человеком уходишь как будто бы на эти вот мешок негатива уносишь с собой а бывает человеком пообщаюсь и даже он скажет тебе какую-то критику но скажет а так мудро с такой любовью несколько раз подчеркнет какие-то хорошие качества но потом скажет в чем нужно исправиться и уходишь оттуда пообщавшись с этим человеком окрыленный ты понимаешь и легко принять ту критику которая именно так преподнесена поэтому дорогие друзья давайте будем а мудро с любовью если кого-то хотим поправить если кого-то хотим обличить каком-то неправильных каких-то вещах будем подходить к этому мудро и будем это разбавлять потому что в каждом человеке есть что-то хорошее есть что-то доброе и мы обязательно должны об этом говорить потому пусть господь благословит всем хорошего дня всех благословляю